Здесь мы видим ведущую модель в семействе унифицированной гусеничной платформы тяжелой категории по массе, это танк Т-14 армата. Весь экипаж танка размещен в корпусе, это революционная компоновка, это реализовано впервые в мире. Экипаж располагается в носовой части машины, в отдельной выгородке, сейчас ее принято называть капсулой, то есть изолированной полностью от боекомплекта, который размещен в центральной части машины. В башне, в которой размещено орудие калибра 125 мм, это новое орудие 2,82. По своим характеристикам, по оценке специалистов, она на 20-30% превосходит лучшую зарубежную танковую пушку калибра 120 мм производства Германии, это пушка рейн-металл. Элементы комплекса активной защиты, это радиолокаторы и активные элементы в виде труб короткого диаметра, которые мы здесь видим. Комплекс активной защиты обеспечивает поражение подлетающих противотанковых боеприпасов, включая, кстати говоря, бронебойные подкалиберные сонаряды в автоматическом режиме, без участия человека. Входовая часть, силовая установка, трансмиссия, они объединены в информационно-управляющую систему шасси. Если раньше механик-водитель при запуске, например, при температуре плюс 15 или минус 15 должен был совершать несколько десятков различных операций, теперь он просто нажимает кнопку запустить двигатель. А система сама определяет, какие условия снаружи, каково состояние охлаждающей жидкости, масла и прочих агрегатов. Это боевая машина пехоты, тяжелая, на платформе «Армада». Никогда раньше у нас ничего подобного не было. Почему эта машина уникальна? Потому что она обладает равным уровнем защиты с основным танком. По некоторым параметрам даже чуть превосходит. Для того, чтобы обеспечить не поражение ее основными противотанками-средствами в борт и с лобовых курсовых углов установлены элементы динамической защиты. Они установлены под углом. Это сделано для того, чтобы выхлоп силовой установки происходит в передней части. И вот под этими элементами на самом деле расположено отверстие выхлопной системы. В целом уровень защищенности позволяет этой машине действовать в одном боевом порядке с танками. Шасси «Арматы» уже в значительной степени роботизированы. А в перспективе, в ближайшем, когда появятся некоторые новые элементы таких автоматизированных и роботизированных систем, я уверен, что мы увидим и полностью роботизированное шасси, которое не будет требовать присутствия человека в обитании маркетинга. Что можно сказать об облике боевой машины пехоты «Курганец-25»? Мы видим по компоновке. Посадка и спешивание десанта обеспечивается через кормовую аппарель, которая размещена в кормовой части. Эта компоновка дает возможность десанту испешиваться и, наоборот, занимать места десантным отделением под прикрытием броневой защиты корпуса машины от огня противника с лобовых курсовых углов. Что касается подвижности машины, несмотря на свою значительную массу, я напомню, до 25 тонн, машина сохраняет возможность плавать самостоятельно за счет водоходного движителя. Машина оснащена комплексом активной защиты. Мы здесь видим его элементы, вот это вот активные элементы этого комплекса. Здесь же расположена радиоакционная станция, которая обнаруживает подлетающие противотанковые припасы и автоматически они поражаются выстреливаниями активными элементами. Это обеспечивает защиту машины и в лобовой части, и с бортов от тяжелого противотанкового вооружения типа противотанков управляемых ракет. По уровню защищенности Турган С-25 не имеет аналогов в мире в своем классе боевой техники. На машине установлен дистанционно управляемый модуль вооружения. Он необитаемый, управляется изнутри десантного отделения, оснащен 37-мм автоматической пушкой, спаренной с ним пулеметом калибра 7,62 мм, а также четырьмя Тург-транспортно-пусковых контейнерах, прикрытыми в бороневой заслодке. Дальность пушка обеспечивается до 8 км, а осколочно-фугасной боевой частью этой ракеты до 10 км. Здесь представлен бронетранспортер на той же платформе. Он отличается тем, что на нем размещен модуль облегченный вооружения, оснащенный крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм. За счет этого снижается вес. Гусеничных бронетранспортеров у нас на вооружении не было. Тем не менее, гусеничная платформа обладает определенными преимуществами по сравнению с колесами. Обладает более высокой проходимостью по местности, вне дороги. Хочу обратить внимание, что бронетранспортер не оснащается комплексом активной защиты. Почему? Это вообще очень дорогой комплекс. И он размещается на БМП, которые должны действовать непосредственно в боевом порядке вместе с танками на переднем крае. А бронетранспортер все-таки предназначен для транспортировки пехоты. Поскольку эта платформа унифицирована, понятно, что на ее базе будут разработаны и другие семейства машин. В том числе командно-штабные машины, машины в интересах морской пехоты и воздушно-десантных войск, машины управления. Перспектива у этой машины очень большая. Я думаю, она определит облик этого семейства средней категории по массе на гусеничных платформ на несколько десятилетий вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова